Напомним, что проблемы с водоснабжением начались утром 19 августа после аварии на водопроводе, вызванной подвижкой грунта. Из-за ЧП ограничили подачу воды в нескольких кварталах Киндяковки. А из-за просадки грунта на мосту через Свиягу между станциями Ульяновск-Центральный и Ульяновск-3 перекрыли движение поездов. В результате половина жителей железнодорожного района в аномально жаркую погоду осталась без продукта первой необходимости. Я утром пораньше встала, почему-то подумала, что воду заберут. И я немножечко набрала. Ну, а вечерком дети приехали, привезли нам на машину. Сегодня была немножко вода до 10, потом кончилась. Воды нет. Сейчас домой придем, посмотрим. Она еле-еле текла. Там, говорит, где-то авария была, где железнодорожный какой-то мост, да? Ну, было текла-текла. Мало, но текла нормально. Пока коммунальщики устраняли последствия аварии, жителям подвозили техническую воду. Однако некоторые ульяновцы за сутки так ни разу и не видели подвоза воды в своем микрорайоне. Поэтому люди были вынуждены бежать в магазин в другой район города и к знакомым за водой. Со вчерашнего дня в железнодорожном районе сахарный родник – это не просто красивое место, но и необходимость. На некоторое время родник стал единственным источником воды в районе. Накануне вечером огромная очередь выстроилась на роднике с сахарным Виновской рощи. Днем, когда большая часть ульяновцев на работе, доступ к роднику свободный. Воды в доме оказалось минимум. Мы вот ходили, здесь у нас находится сахарный родник, где достаточно хорошая вода, хорошего качества. Мы постоянно там ее берем. То есть пьем даже не кипятя и зимой, и осенью, и летом. Поэтому как бы вышли из положения, нормально, рядышком живем. Очень все удобно, ничего страшного. Мне нужно, так сказать, для просто бытовых целей. А им-то попить хочется. Так я лучше здесь наберу. Тем временем на участке прорыва был проложен новый полиэтиленовый трубопровод, сделан на переврезке. Этого было достаточно, чтобы подать воду. Однако на этом проблемы не закончились. Во время запуска отремонтированного водопровода возникло повреждение на новом участке, проходящем по дну свияги Дюкере. В результате чего Ульяновск водоканалам принято решение о его капитальном ремонте, на который потребуется еще около суток. И сегодня при работе водолазов был обнаружен еще один крупный порыв уже непосредственно на водоводе, который проходит непосредственно под дну свияги. И мы сегодня останавливаем подачу водоснабжения по отремонтированному участку для того, чтобы провести капитальный ремонт уже непосредственно на дне под водой. Для минимального обеспечения центральным водоснабжением железнодорожного района в первую очередь социальных объектов будет снижено давление холодной воды в Засвияжском районе. В городской администрации заверили, что усилят подвоз технической воды все объекты соцкультбыта, также обещали обеспечить технической и питьевой водой.